Семью для своих детей ищет хабаровщанин. Александр неизлечимо болен раком. Не так давно он потерял супругу. Однако пребывать в горе себе не позволяет. Пока есть время, отец хочет найти хороших людей, которые готовы позаботиться о его детях. Репортаж Натальи Приходько. Я его много раз побеждала. Я тебя тоже много раз побеждала. Дух соперничества между ними есть разве что в играх. В остальном брат с сестрой дружны. Любят проводить время вместе, имеют общие увлечения. И даже любимый предмет в школе один – математика. Мы вместе играем в кафе. Я строю кафе, а потом он приводит своих посетителей, и я готовлю им. Бургеры, пиццу. Тортики. Да, тортики. И все это делаете из пластилина? Да, из пластилина. Однажды эти дети уже пережили уход родного человека. В 2016 году умерла их мать. А несколько лет назад Александру поставили диагноз – рак. Операции не помогли. И никто не говорит, сколько, чего. Кругом метастазы. Сколько я проживу, я не знаю. Так что состояние ухудшается. Хочется как-то определиться, чтобы дети попали в хорошую семью. Чтобы у них были папа, мама. Пока еще есть силы, Александр задумался о поиске новой семьи для своих детей. Сестру и брата разлучать нельзя. Не хочет отец, и чтобы заботы о детях легли на плечи родственников. У них там тоже проблемы. А по родственникам жены, что я могу сказать, я бы не хотел. Сам. Из-за неизлечимой болезни, как у Александра, в отдел опеки обращаются редко. Такие случаи бывают раз в два-три года. Если у сироты есть родственники, специалисты передают ребенка им. Но если родители изъявят желание сейчас, опекунов могут найти на время. Тогда забота о детях может быть совместной. Мы сейчас говорим о опеке по заявлению, когда есть основания для того, чтобы временно передать ответственность за жизнь и здоровье детей. Обычно в роли таких опекунов выступают ближайшие знакомые, друзья, совместно проживающие, соседи. Иногда к нам обращаются родители одноклассников, детей. Выбрали временных опекунов. Могут ли они в будущем стать постоянными? Чаще всего так и бывает. Но в любом случае кандидата в опекуны еще будут изучать. Что ждет их отца, брат и сестра не знают. Не подозревают они и о том, зачем журналисты приехали снимать их семью. Они любят очень рыбалку. На рыбалку. Вот если все будет хорошо, дядя Саша нас весной повезет на рыбалку с ночевкой. Мы пообещали их свозить, чтобы костер там пожечь, картошки, фуху сварить. Наталья Приходько, Павел Павлов, телеканал «Губерния».